доброго времени суток всем друзья с вами я и скрайбер и сегодня у нас обзор линей компании redmi не сяоми а именно и сегодня мы не будем говорить о технических характеристиках во всех подробностях о том или ином телефоне мы будем разбирать именно линейки телефон чтобы разобраться где стоит тот или иной телефон почему один стоит дешевле другой дороже ну и так далее сейчас немножечко о самой компании redmi она появилась только-только в 2019 году она появилась и очень хорошо о себе заявил потому что сразу выпустила один просто невероятный телефон который затмил все остальные и стал хитом продаж и редми сейчас действительно находится таком хорошем месте потому что их телефоны очень-очень популярны как в китае такой у нас в странах снг ну обо всем друзья по порядку давайте начнем с линеек 1 линейка под названием go пока что вышел один телефон под названием redmi go он так называется на 425 snap и он базируется и это очень старый процессор это один из самых старых из слабеньких процессоров построен по 20 на метровому техпроцессу поэтому телефон действительно будет уставать во-первых он кушает батареи если вы начнете напрягать играть в какие-то игры или смотреть очень долго видео всего лишь 8 гигабайт встроенной памяти это очень очень мало для 2019 года вообще не о чем а следующая линейка называется redmi и она в свою очередь тоже делится на две такие подветки первая подветка называется а здесь телефоны redmi 4а redmi 5а redmi 6 а и также выпустят еще redmi 7 а также сюда можно отнести redmi 4 redmi 4x чтобы но куда-то их поместить эти телефоны почти что все до 100 долларов то есть они стоят мой меньше 100 долларов поэтому это самые такие самые бюджетные телефоны на чтобы я обратил внимание на redmi 6 а если вам нужна недорогая звонилка такая вот просто чтобы посидеть немножко в ютубе чтобы было дешево и сердито то это редми 6 а по характеристикам здесь 545 дюйма hd плюс разрешение экран 295 ppi то есть разрешение не всем такое хорошее новый процессор ну как новый того года mediatek helio a22 версии есть на 216 и 232 кстати часа не на тем более а стоит не так дорого то есть заказываешь и приходит очень-очень быстро вантуду набирает приблизительно 55 тысяч баллов батарея на 3000 миллиампер час не так много основная камера на 3 на смели пикселей f2.2 от omni vision и ценник этого телефона около 6700 рублей то есть приблизительно 100 долларов если уберете версию на 2 32 а именно такую версию лучше всего брать самая главная претензия к дешевым телефонам это поддержка и поддержка друзья здесь присутствует miui 10 и она постоянно обновляется и скорее всего еще в течение двух лет обновляться будет и никаких проблем но и телефон для чего для того чтобы звонить не посмотреть youtube немножко по улазить по сайтам и так далее то есть не более того следующая линейка под названием redmi есть сюда включу телефоны redmi 5 redmi 5 плюс redmi 6 и redmi 6 pro также вышел совсем недавно redmi 7 хорошие телефоны многим тоже из вас знакомы redmi 5 плюс многие из вас покупали действительно достойный отличный телефон телефон и приблизительно от 100 до 150 долларов ценник варьирует а друзья также хотел обратить внимание в самом начале что у меня есть свой телеграм-канал со скидками и купонами и так далее там вы найдете кстати самые дешевые redmi от 100 долларов и выше поэтому подписывайтесь обязательно на телеграм-канал потому что там актуальные цены и когда цена упадет то вы можете сделать неплохую покупочку для себя на кой телефон хотел обратить внимание redmi 7 а значит экран здесь 626 дюймов это IPS матрица и она тоже в hd плюс разрешение то есть не full hd не путайте 269 ppi основной камень здесь 632 snapdragon это очень хорошо потому что это новый камень версии есть над 216 332 видеоускоритель adreno 506 вантут он приблизительно набирает он около ста четырех тысяч баллов батарея 4000 миллиампер час и это очень отлично для бюджетного телефона такого сегмента основная камера на 12 мегапикселей апертура f2.2 и фронталка на 8 мегапикселей скорее всего это оптика от компании omnivision габариты этого телефона 75 и 6 на 158 и 7 в принципе стандартные габариты для 2019 года стоит этот телефон версия на 364 около 10 тысяч рублей или 150 долларов то есть есть еще и дешевле гораздо но я вот советую брать версию на 364 чтобы не докупать отдельно карту этот телефон не оказался таким популярным как его собрат можно сказать редми ноут 7 сейчас люди у меня спрашивают допустим телефон до 10 тысяч рублей а я думаю что брать и знаете я пришел к выводу что рэд всем до 10 тысяч рублей именно версия 364 самый лучший выбор на сегодня почему потому что во первых новый процессор значит это новые нанометры за экономить он будет лучше батарею также большой экран максимально безрамочный за эти деньги с капелькой сверху и так далее то есть все выглядит красиво интересно а пока мы продолжаем друзья обязательно подписывайтесь на этот канал ставьте лайк этому видео если вам нравится такая идея пишите любой комментарий не забывайте о колокольчике делайте репост этого видео и это очень поддержит этот канал большое вам за это спасибо а мы продолжаем дальше идем следующая так сказать большая под линейка уже дни это редми ноут сюда мы можем включить редми ноут 5 а сейчас он стоит около 120 долларов или он приблизительно 8800 рублей ну и основные телефоны вы наверное помните популярный сверх популярной редми ноут 4 который вначале еще был на helio mtk ну и потом он пошел на 625 нам дрэгане и тогда стал просто мега популярным телефоном потому что соответствовал всем требованиям далее тоже был хит просто знаете как трансформеры прошлись они по площадке и собрали все деньги и у людей просто побрили и он и увы и многих многих других в общем дальше вышел редми ноут 5 был он тоже очень хорош за свои деньги редми 6 pro прошел немножечко так поверхностно потому что многие люди в принципе не заметили он не сильно отличался от редми ноут 5 и его самое на большое отличие было то что у него был вырез сверху как у айфона то есть вот это знаменитая челка но и камеры там были уже немножко получше хотя все остальное оставалось точно такими же далее хит этого года конечно не забудем о нем редми ноут 7 просто порвал все шаблоны в плане камеры материалов корпуса которые стали гораздо круче и он смотрится великолепно то есть действительно редми ноут 7 скакнул вперед по сравнению с редми ноут 5 если вот обратите внимание на такую табличку небольшую до редми ноут 5 без челок без капелек без ничего редми ноут 6 pro вырез как у айфона а челка или же монобровь и у ноут 7 уже капелька то есть вот есть определенного рода такой выбор два первых телефона на 636 снапе и ноут 7 на 660 снапе 660 конечно будет помощнее по интереснее единственное что отмечу что 636 снапдрегон получился очень энергоэффективный и он очень хорошо экономит батарею в этом плюс конечно редми 6 pro и ноут 5 я не буду сильно много говорить о ноут 7 потому что вы знаете все великолепный телефон и все параметры даже знаете лучше меня отмечу что здесь какой плюс google камеру вы можете установить сюда просто без проблем скачивайте apk файл устанавливайте и погнали делать съемочку просто великолепном качестве и это конечно очень и очень великолепно со стороны редми очень хороший шаг и отмечу что еще вышел и редми ноут 7 pro и эта версия была для китая и индия мы все надеялись что в принципе он когда-то поступит но так этого не произошло но есть у него хороший конкурент мы из ноут 9 и кстати ссылочки в телеграм-канале на актуальные цены и на него сейчас стартуют большие скидки поэтому теми же самыми показателями что и редми ноут 7 pro м из у ноут 9 наверно будет очень очень популярным и компания начинает двигаться а потихоньку приходит обновление это великолепно в общем часа редми также есть телефон редми s2 я думал что это линейка будет развиваться но на данный момент она остановилась редми s2 сейчас стоит около 8 тысяч рублей или же 120 долларов версия на 332 если вам нужен недорогой пластиковый телефон с хорошими показателями и неплохой камерой то в принципе это хороший тоже вариант с хорошими обновлениями в будущем как я уже говорил есть на телеграм-канал и там будут все актуальные ссылки на все эти телефоны самые-самые дешевые и у проверенных продавцов которые не кидают далее еще одна линейка я не знаю как она будет называться но это редми флагманы давайте вот так пока обозначим редми флагманы потому что мы ждем первый флагман компания редми он будет на 855 снапдрэгоне уже на почти что на сто процентов говорят что он будет бить рекорды в antutu то есть это будет самый мощный телефон батарея я предполагаю что она будет на 4000 миллиампер час но пока что нет никаких данных это только мои предположения также обещают что будет nfc камера скорее всего будет от компании sony возможно точно такие же как на мил 9 se и фронталка у этого телефона будет выезжать сверху как на viva nex да помните такой был телефон и как раз фронталка выезжала сверху есть фотографии этого телефона скорее всего это он также можем можем сюда отнести и покафон f1 и f2 у меня есть такое друзья предположение что возможно редми заменит покафон то есть арены флагман будет по сути пока фоном f2 но это друзья только мое предположение возможно все будет совсем по-другому возможно пока фон будут развиваться все полюбили покафон f1 действительно это был один из самых таких правильных и самых наверное интересных телефонов в прошлом году мы ждем с нетерпением пока фон в 2 друзья Если проанализировать всю линейку, мы разобрались Есть Redmi, то есть здесь более бюджетные телефоны Это с буквой А Также есть телефоны просто Redmi, они немножко подороже Раньше они отличались тем, что они были меньше размера Но сейчас вот эта разница вообще нивелируется Также есть основная линейка Note Здесь, наверное, самые правильные, самые актуальные телефоны Соотношение цена и качество Самое лучшее в линейке Note Лучшие камеры, лучшие батареи, лучшие процессоры Ну и так далее Вся настройка оптимизации находится в линейке Note И, наверное, в большей степени компанию Redmi кормит линейка Note Друзья, если вам нравится такая идея, то обязательно ставьте лайк Если вы хотите, чтобы я рассказал о линейке отдельно Xiaomi Да, какие там телефоны, чтобы тоже была раскладка И было понятно, что, почем и как То обязательно пишите об этом в комментарии Ставьте лайк этому видео И всем хорошего настроения Всем пока-пока!